Приветствую вас! На самом деле, начинать ответ стоит с того, чтобы раскрыть ваше отношение к девушке своей. То есть, как вы воспринимаете свою девушку, как вы её видите, как вы её чувствуете, чего вы для неё хотите и так далее. Понимаете, если вы свою девушку любите, если вы её действительно любите, если вы хотите, чтобы она была счастлива. Что вас, в общем-то, волновать вероятность её измены вам, а также поцелуя, не должна. А как не должна вас волновать вероятность того, что она может поцеловать девушку? Вот. То есть, именно девушку. Почему? Потому что, по факту, даже конкуренции, в общем-то, здесь нет и быть не может. В силу того, что... Ну, вы же с девушкой не можете, да? Значит... Как-то соперничать, да? Соревноваться. Вот. Понимаете? Поэтому, это вот такой первый момент. Первый момент. Второе. Значит, если вы... Свою девушку любите... Вот. Если любите её, ну, действительно, по-настоящему, да? Ну, любите. Любите, скажем так, здоровой любовью. Что возникает, а... Идея о том, что она может что-то сделать, не должно. А если возникает, если вы с ней разговариваете, если вы её пытаетесь как бы ограничить, если вы её контролируете, значит, это уже что-то связанное непосредственно с вами. Что это ваши собственные переживания, это ваши собственные чувства, это ваши собственные эмоции, страхи, переживания и прочее. Почему... Они... А... Вот здесь... Возникли. Вот вопрос больше к вам. То есть, то, что вы ревнуете, это... Понятно. Вот. Но ревность всегда имеет причину. Ревность это неуверенность в себе, эго, страх одиночества, печальный, травмирующий опыт измены в вашей жизни, например, у родителей. Это отсутствие собственной, знающей мышцы. И так далее. Понимаете? То есть, история... История... может быть, самой разной. Важно понять одно, что вы пытаетесь за счет... девушки решить какие-то свои проблемы. И вот это, что вы пытаетесь решить свои проблемы за счет девушки, совершенно неприемлемы. Потому что... девушку отдуваться... отдуваться за... эм... ну что-то... за ваши проблемы, да? не должна. вот. Понятно, да? О чем идет речь? Соответственно, как только вы возьмете на себя ответственность за то, что вы хотите, как только вы возьмете на себя ответственность за то, что вас волнует, значит, как только вы определите для себя, что вы... аааа... значит... хотите. Вот. ааа... соответственно станет понятно, ааа... что вы можете... что вы можете делать для того, чтобы ситуация исправилась. Но исправилась ситуация не благодаря тому, чтобы девочка стала вести себя как-то по-другому, а благодаря тому, что вы проработали свои страхи. И, соответственно, несколько лучшие ориентировались в том, что с вами происходит, чего вы боитесь. Начать можно, например, с того, чтобы подумать, что произойдёт и случится, если девочка вам изменит. То есть, что вы будете о себе думать, как вы будете себя воспринимать, как вы будете, значит, чувствовать себя в этот момент. Вот это то, о чём в первую очередь вам стоит подумать. Потому что ревность – чувство разрушительное. И, вместе с тем, ревность индикатирует наличие у вас определённых проблем, на которые стоит обратить внимание. Именно вам, а не девушке. Именно вам самому с собой нужно проводить работу. Понимаете? Вот, коллега написала, что у вас разные, значит, как бы, ну, степени либидо. Может быть так. Может быть так. Может быть нет. Дело не в этом. Дело в том, насколько вы уверены в себе. И согласитесь, что за уверенность в себе девушка ваша и кто-либо другой отвечать не должны. Поэтому, поэтому, вы правы в том, что она может вам изменить. Но, вопрос в том, как вы это воспринимаете, если она вам, например, изменяет, допустим, если она вам изменяет, то, соответственно, это означает, что её что-то не удовлетворяет. И если её что-то не удовлетворяет, то уже вы спрашиваете за себя, а могу ли я её удовлетворить? Есть ли у меня ресурсы для того, чтобы это сделать? И если у меня ресурсов нет, так подхожу ли я к этой девочке, например? То есть здесь, в первую очередь, вы поймите, вы о ком думаете? О себе или о ней? Если вы думаете о себе, то как бы использовать девочку, использовать девочку для этого, ну не самый лучший расклад. Ну вы сами вот подумайте, да, адекватно ли для вас использовать любимого человека для реализации своих желаний, например. Допустим. Ага. Вот. Ага. И, соответственно, уже исходя из этого, можно будет о чём-то думать, исходя из этого, можно будет с чем-то работать. То, что вы ревнуете, это... хорошо. Это говорит о том, что ваше подсознание, оно посылает сигналы. Посылает сигналы в том направлении, что пора что-то менять. Поэтому обратите внимание на себя, подумайте, где у вас проблемы. Вот. Вместе с психологом их можно будет разобрать, рассмотреть, вот, скорректировать там, да, вот, повысить уверенность, самооценку, разобраться в чувствах своих. И тогда вы спокойно будете подходить к отношениям с девушкой. Это не будет некий такой контроль. Понимаете? Ведь вы контролируете её. Почему? Потому что так вы чувствуете себя в безопасности. Но ещё раз повторю, что безопасность, именно безопасность, девушка вам не даст. потому что она не может. Безопасностью вы способны себя удовлетворить сами и обеспечить. Но для этого нужно отделить одно от другого, соответственно. Понимаете? Если вы готовы работать в этом направлении, то вам можно помочь. Если нет, то, соответственно, ваши отношения рано или поздно заберутся. Потому что, потому что девушка будет чувствовать себя постоянно, под постоянным контролем. Она будет чувствовать, что её за ней постоянно следят, что её как бы постоянно на неё давят. И это, на самом деле, очень, очень и очень тяжело воспринимается идею. Вообще, любым человеком нас люди не любят, когда контролируют их. Вот. Погнали, если говорить о непосредственном задании, да? То, вот, прослушив всё, что я сказал, вы можете сделать следующее. Не работая с психологом, да? Вы можете сделать следующее. Во-первых, вы можете подумать, как бы вы могли повысить свою уверенность в себе. Вот. То есть, вот, ну, представить себе эту историю, когда девушка вам изменяет, да? Вот, что вы, как вы будете о себе думать в этот момент. И что вы можете сделать, чтобы так, девочка, вас не... Ну, чтобы вы так о себе не думали, если это произойдёт. Вот. Это первое. Второе. Второе. Когда вам хочется ревновать, когда вам хочется ревновать, да? Проявляйте энергию, свою энергию, позитивно, именно позитивно, да? То есть, позитивно, позитивно, это в смысле, что вот вы покажите девушке, девушке, наоборот, свою ласку, любовь, там, и так далее. В тот момент, когда вам хочется ревновать. Потому что это энергия. Если вы будете энергию направлять негативно, то вы, тем самым, будете девушке давать излишние мысли о том, что она может изменить вам где-то не нужно. Вот. Поэтому, обязательно, вот, направляйте свою энергию позитивно. Ну, и работать с психологом, естественно, над теми проблемами, которые я описал. Вот. По-другому здесь, наверное, не получится. Есть, правда, есть, правда, еще вариант. Вариант какой? Есть вариант раздаться с ней, если вы видите, что, ну, потребности у нее выше, чем вы можете удовлетворить. Вот. Правда, проблемы это не решит. То есть, вот, именно ваши проблемы, то, что касается вас, это не решит. Никак. К сожалению, никак. Вот. То, что можно вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Корректор А.Кулакова